Поле с подогревом, современный навес и сохранение исторического облика близится к завершению реконструкция столичного стадиона «Динамо». Готовность объекта в целом более 95%. По словам специалистов, наряду с применением современных конструкторских решений, стояла задача сохранить исторический облик памятника архитектуры. У главной футбольной арены Белоруссии богата история. К слову, объект был построен еще в далеком 1934 году, пережил Великую Отечественную войну, был одной из площадок футбольного турнира Олимпийских игр 80-го года. В новейшей же истории стадион являлся местом проведения как внутриреспубликанских матчей, так и игр международного класса, таких как, например, Лига чемпионов. Напомним, работы по обновлению стадиона начались в 2012 году. И так, что же было сделано? Во-первых, на зрительной зоне появился навес. Во-вторых, стадион получил новые белокрасно-зеленые трибуны. Установлены четыре современные осветительные мачты. Новый газон уже зеленеет как на основном, так и на разминочном полях. Также произведен монтаж резинового покрытия на беговых дорожках. Что касается сохранения исторического облика объекта, так были отреставрированы аркады с барельефами, скульптура бегунов и факел Олимпийского огня. Сейчас специалисты завершают пусконаладочные работы и проводят благоустройство прилегающей территории. Сейчас за моей спиной находится стадион «Динамо». Как видно, работы идут полным ходом. Строители работают в три смены. Всего на площадке задействовано более 1600 человек. Кто-то кладет плитку, кто-то производит монтаж фасадных панелей. Процесс не останавливается ни на минуту. Работы идут без выходных 24 часа в сутки. Завершить реконструкцию планируется к 31 мая. А уже 21 июня намечено официальное открытие. И ровно через год на обновленном стадионе «Динамо» состоятся открытия и закрытия вторых европейских игр. Здесь пройдут соревнования по легкой атлетике. Таким образом, совсем скоро на стадионе снова закипит спортивная жизнь, чтобы дать возможность как белорусским, так и иностранным спортсменам достойно проявить себя и вписать свои имена в историю.